приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы и так созрел наш российский сыр ну или сыр который мы делали по аналогу российского это тот рецепт который ну в общем ссылку на рецепт этого сыра я размещу в описании видео тот рецепт который мы рекомендовали для начинающие там для первой и второй варки сыра прошло два месяца созревал он два месяца и что мы сейчас делаем в первую очередь разрежем его проведем дегустацию и купили российский сыр производственного изготовления ну я не знаю какой это завод дочка покупала вот но украинского производственного изготовления российский сыр хочу провести сравнение вкусов и видов друзья и так в первую очередь естественно разрежем его чик разрезали и отрежем кусочек отрежем кусочек для того чтобы показать срез конечно как-то неправильно я режу сейчас ну ладно в общем друзья в первую очередь сравниваем срез вот посмотрите пожалуйста значит вот этот вот сыр это нашего домашнего производства вот этот сыр это производственный это куплены в магазине но отличие на мой взгляд просто глобальнейшие сыр получился хорошо пористый но немножко ломкий сейчас попробуем и сравним вкусы и так дорогие друзья отрежу отрежу шкурочку ну корочку которая сформирована латексным покрытием и отрежу кусочек этого и кусочек этого значит первое наверно запах пахнет сыром но реально очень ароматный очень ароматный этот этот не пахнет ничем реально он не пахнет ничем но вот какой-то немножко технический запах есть не но вообще сыром не пахнет вообще вообще не пахнет то есть по запаху этот реально очень ароматный сыр и очень приятный запах я не могу его характеризовать я не знаю но это настоящий сырный запах ну попробуем немножко немножко такой островато пикантный ореховый вкус очень приятной консистенции сыр ну реально вкусный на бутербродики он будет просто за счет по сравнению с этим здесь очень яркий вот я сейчас чувствую очень яркий ореховый вкус у меня складывается такое впечатление что сюда добавлен какой-то ароматизатор искусственный ну не знаю реально очень яркий и вот кроме орехового вкуса я не чувствую ничего то есть вкуса самого сыра практически нету и немножко немножко горчинки есть но такая вообще она отдаленная по консистенции этот сыр не больше напоминает плавленый сыр дружба ну конечно не настолько но потом он вязкий он очень мягкий этот я уже почти съел этот сыр а это вот вот как-то так еще раз очень яркий вкус сыра именно сыра домашнем но вот ореховой нотки я здесь не чувствую но по-моему по моему и в российском сыре и не должно быть интересно было бы провести анализ вот этого производственного сыра но конечно я давно кстати не ел очень такие вот сыры производственного приготовления одно за исключением итальянских где-то в поездках именно купленных в италии или швейцарии вот у нас очень давно мы не покупали сыры но этот сыр производственного изготовления очень сильно проигрывает домашним реально очень сильно по вкусу но потом у него больше вкус резины причем запах какой-то вот по вкусу когда его пробуешь четко очень четко ореховый вкус по запаху он реально вообще не пахнет в то время как домашний сыр реально очень ароматный ну друзья имеем то что имеем я постараюсь теперь по максимуму все видео сделать именно с такой сравнительной характеристикой чтобы показывать разницу ну конечно я не профессиональный дегустатор я не могу четко описать ну вот разницу во вкусе какие там нотки присутствуют хотя я знаю что это важно я прошу прощения немножко простужим но по общем по общим ощущениям это конечно небо и земля то есть производственный сыр больше напоминает какое-то резино техническое изделие домашний сыр но это четко сыр ну вот собственно говоря что я хочу сказать про рецепт как я уже говорил ссылку на рецепт на приготовление разместим в описании видео рецепт очень очень хорош для начинающих сыроваров мы его адаптировали этот российский сыр максимально упростили и вот если вы хотите начать начать варить сыр можете смело начинать с этого рецепта рецепт годный если у вас дорогие друзья будут какие-то вопросы по приготовлению пожалуйста задавайте их комментариях на все комментарии на все вопросы мы с ларисой отвечаем ну собственно говоря не забывайте подписываться на наш канал чтобы вовремя быть в курсе наших новых рецептов наших новых сыров колбас если вам интересно и других рецептов кухни кухонь народов мира ставьте пальцы вверх если вам понравилось или было полезно это видео ну и собственно говоря естественно мы будем снимать для вас новые интересные рецепты новые интересные идеи если есть какие-то пожелания вот ребят сварите такой-то сыр тоже пишите в комментариях мы будем стараться все пожелания самим самим интересно экспериментировать и если вот есть там вот допустим просили несколько раз уже подписчики сделать видео о плавленом сыре по примеру сыра дружба такой как мы привыкли есть детстве не то не хочу говорить грубые слова то что сейчас продается в магазине я недавно купил плавленый сырок мы с ларисой были где-то в походе купил плавленый сырок его есть просто невозможно такое пятно не из резины он просто такое впечатление что из какашки какой-то сделан вот сделаем плавленый сыр уже купили плависоль сегодня пришла посылка поэтому будем делать тоже для вас рецепт плавленого сыра и так друзья собственно говоря на этом все всего доброго пока